Вы одна из не так многих политиков вообще в Европе, кто это понимает, что зло не только в Путине, а в идее того, что русские могут решать судьбу белорусов, Крыма. И вот сейчас, мне кажется, что как донести до западного мира угрозу такую, что фактически Беларусь сейчас полностью под контролем Путина. И фактически хоть завтра войска России окажутся на ваших границах. Это уже холодный, это уже мир времен холодной войны. Мы возвращаемся туда, откуда ушли 30 лет назад. Так, но тоже нужно помнить, и о том часто повторяю, что если бы не войска украинские на Донбассе, то те войска росыские могли бы также в этой второй части границы с Польской быть уже близко. То Украина хранит не только свои границы, а так на правде границы унии европейской. Да, я согласна, но с другой стороны нужно помнить, что украинская армия, если бы не было украинской армии на Донбассе, то российские войска могли бы быть также и в другой части польской границы. Поэтому украинская армия защищает также и границы Европы, Польши. То есть в этой ситуации не способ не вспомнить памятных слов святой памяти Леха Качыньского, президента полской, с 2008 года, с сентября. Продолжение на Тибилиси, здесь Грузия, утро Украина, потом страны пребаутские, а потом, может, прийти час на мой край, на Польска. И памятная реакция на те слова тогда, реакция в Польсце, а реакция на Захоте. И тут я всегда вспоминаю слова покойного президента Польши Леха Качынского, который он высказал на вече в Тбилиси в 2008 году. Он сказал, что сегодня Украина, Грузия, прибалтийские страны, а завтра Польша. И я помню реакцию в Польше, на Западе. Действительно ли это так, что они не могли в это поверить? А это оказалось совершенно не пророчество, а самая настоящая реальность.